Всем привет дорогие друзья, добро пожаловать на канал, с вами Владимир. В сегодняшнем видео я хочу с вами поделиться с той ситуацией, которая со мной произошла, а именно конкретно, что делать, когда прилетает вам нарушение. Давайте сначала разберемся, какие бывают нарушения. Именно нарушения прав сообщества и авторских прав. Это два разных типа, как вы понимаете, и один из них прилетает вам сообщением. Именно выскакивают четыре таких окошечка, чтобы вы понимали. То есть первое предупреждение, потом желтое, оранжевое, красное. Это грозит тем, что вам удален канал. Это уже безвозвратно. Но любое решение можно оспорить. Если вам прилетает по монетизации, вы это оспарите, либо удаляете и вставляете другую музыку, как правило. Если это по правилам сообщества, значит там есть такие нарушения какие-то, которые нужно опять же зайти в видео, нарушения, как вы знаете, и отправить апелляцию. Вот. Но если вы по каким-то причинам, как я, удалили сразу же видео, то есть вам нужно также написать апелляцию. И куда писать, я вам подробно покажу и расскажу. Итак, дорогие друзья, смотрите, я вам покажу на своем примере. То есть, когда прилетает нам вот такое вот сообщение, то есть я уже показывал ранее нарушение в письме, вы можете его оспорить. Вы там нажимаете, просто подать апелляцию, нажать здесь, вас перекинет сюда, в раздел нарушения. Именно когда вы заходите на канал, уведомления, и здесь будет нарушение. Вот. В данном случае у меня здесь было нарушение, именно здесь. То есть, какие здесь действия. Здесь у нас выбор есть, либо удалить это видео с этим контентом, либо же подать апелляцию. Я же взял, удалил, поспешил, нужно было подать апелляцию. Что нужно в апелляции сказать? Вот так вот, письмо видите, я написал. Привет, авторские права не нарушены, спамов метод данных нет. Контент разрешен, это обучающее видео, только для информативной части. Угроз насилия и обнаженного тела нет. Все. Больше ничего писать не нужно. Пишите на русском, не обязательно писать на английском. Этого будет более чем достаточно. Но, это если вы подали апелляцию, если вы удалили, как я, вам нужно будет зайти в поиск Google, написать, я вам ссылочку вот эту вот оставлю. Вот, на вот эту почту пишите. Опять же, точно то же самое, то что я вам и говорил. Точно тот же, этот же штек пишите от своей почты, именно здесь, от учетной записи, чтобы не было, можете указать ваш канал, если это потребуется. Но описание должно быть таково, именно этого характера. И опять же, не стоит писать, если это неправда. Отставите, если оно того стоит. Если оно того не стоит, то не отставите, удалите видео и все. Дело с концом. Знаете, у вас всего есть 4 предупреждения. Первое просто пальчиком машет. Второе предупреждение вам заблокирует на неделю публикацию, либо чего на вашем YouTube-канале. 90 дней также будет проводиться рассмотрение. Просто висеть, как у меня висит. Второе, то есть третье предупреждение вас блокирует на 2 недели. Вы точно так же ничего не сможете публиковать, блокировать. И опять же, 90 дней висит. Ну, четвертое предупреждение, это уже удаление канала. Блокировка. Вам просто придет смс-сообщение на ваш номер телефона, который зарегистрирован канал, об этом и все. Как бы это совсем печально и неприятно. Поэтому вот как-то так. Все ссылки будут в описании. Если будет что-то непонятно, обращайтесь, я вам помогу. Если вам понравилось видео, подписывайтесь на канал, прожимайте колокольчик, ставьте пальцы вверх. Оставляйте ваше мнение в комментариях, была ли у вас такая ситуация и что делали вы. Всем пока! Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Продолжение следует...